Азори здесь тихие, на китайской сцене. В Пекине премьер оперы по легендарной книге о Великой Отечественной войне. По словам композитора, описать широкую русскую душу помогли советские шлягеры, российская классика и народные песни. Авторы спектакля старались придерживаться оригинального сюжета, но некоторые правки все-таки пришлось нести. В числе первых зрителей была наш корреспондент Марина Чайка. Пять девушек, пять судеб, пять жизней, которые оборвала война. Красота, нежность, любовь — это все осталось где-то там, в прошлой жизни. Теперь они солдаты, вокруг только потери и смерть. Но во что бы то ни стало, они не отступят ни на шаг. Труппы Большого театра Китая доказывает, эта история понятна во все времена и на всех континентах. Опера «Азори здесь тихие» — это тот редкий случай, когда программки с либретто не нужны. Сюжет одноименной повести Бориса Васильева в Китае знают хорошо. Все началось со знаменитой черно-белой картины Станислава Ростоцкого. Здесь ее посмотрели без преувеличения всей страной и пересматривали по многу раз. Баритон Лю Сунху признается черты своего героя Федота Васкова подсмотрел у экранного прототипа. А Ван Хуньяо так хотела стать похожей на красавицу-блондинку Женю Комелькову, что согласилась специально для роли перекрасить волосы. «Моя героиня Женя — очень красивая девушка. При этом она поразительно храбрая. Она сумела сохранить любовь к жизни после всего, что с ней было. Не знаю, смогла бы я так же. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед таким мужеством». Каждой героине свое музыкальное решение. Например, партия строгой риты Осяниной навеяна военно-патриотической песней, утонченной Соней Гурвич Чайковским, озорной Галей Четвертак Прокофьевым. «Я опирался на песни советских лет, русскую народную и классическую музыку. Мне хотелось прежде всего передать ощущение, создать атмосферу России. Но при этом я старался, чтобы это было понятно и китайскому слушателю. Получилась китайская опера, но с русской душой». Художники говорят, они старались сделать все максимально близко к оригинальному тексту, за исключением одного момента. События в повести Бориса Васильева происходят в мае, то есть пышная карельская весна. А здесь же тоскливая осень, буквально выжженная земля и голые стволы берез. Печальный пейзаж, страшное настоящее, как яркие вспышки красочной сцены из мирного прошлого. На протяжении всего спектакля не слышно ни единого выстрела, а враги, фашисты присутствуют лишь как черная тень на земле. «Изобразить войну буквально у нас не было такой цели. Больше всего нас интересует здесь трагедия молодых, красивых девушек, которым, казалось бы, еще жить и жить. А тут война и смерть. Что же происходит в их душах? Это мы и хотели показать». Простая история безграничного мужества и самопожертвования. Боевые подруги, героини повести, которыми китайские зрители восхищаются вновь и вновь. А сама постановка – это признание в любви к русской культуре. Мария Чайко, Владимир Рыжевский, Первый канал, Китай.